2 декабря президент России Владимир Путин объявил о начале масштабной вакцинации населения от коронавируса. Еще в декабре прошлого года Адыгея присоединилась к вакцинации от COVID-19. В настоящее время прививочная кампания продолжается. В Кашхабском районе люди могут обезопасить себя в поликлинике Кашхабской ЦРБ, где находится прививочный кабинет, а также на базе врачебной амбулатории села Натырбово. С 8 утра и до 15.00 с понедельника по пятницу в этих двух пунктах всех желающих для проведения прививочной кампании ждет специально обученный персонал. Вакцинация проводится в два этапа с интервалом в 21 день. Сегодня на базе Кашхабской ЦРБ вакцину смогли получить жители поселка Майский и Дмитриевского сельского поселения. Некоторые из посетителей делали ее в первый раз. Но для большинства это была вторичная процедура, о чем они нисколько не жалеют. Ольга Николаевна, как вы решились сделать прививку от коронавируса? Когда я увидела, сколько людей погибает от этой заразы, и как увидела, что он не выбирает, кого убивать. То есть и великие там, и знаменитые, и всякие-всякие люди погибают. Причем даже он провоцирует те болезни, которые были, он просто ускоряет, что ли, смерть. И после того, особенно когда Путин сказал, что сейчас везде-везде по всей России можно привиться бесплатно, что это такая акция, что наше государство так о нас заботится, ну как можно было отказаться? Тем более так очень хорошо организовали нам поездку из майского суда. Я связалась с ДОЦКО, это наш председатель сельсовета, спросила, как это можно сделать. Тем более, что у нас в поселке нет своего терапевта. Он говорит, мы над этим работаем. И вот действительно, организовали и автобусы, организовали и врача. Первый раз, когда мы ездили, мы ездили в Личепсин, врач там принимал нас. А вот сейчас врач приехал к нам в Майский. И вот в Майском она посмотрела, заполнили анкету, все как полагается. И вот мы уже второй раз. Вот сейчас автобус нас ждет, все привьемся, и на этом автобусе нас привезут домой. Еще самое интересное. Есть такой блогер Анатолий Шарей, он с Украины. Он эмигрировал то ли в Голландию, то ли еще где-то. Ну и вот, когда его спросили, а вы как к прививкам относитесь, он сказал, что у нас, говорит, в Западной Европе все будут прививаться, но у них вакцина какая-то там местная. Я, говорит, поговорила с этими, со специалистами, со знакомыми, и они сказали, только российская вакцина и только в Россию. Вы как перенесли первую вакцинацию? Вообще не заметила. Во-первых, совершенно безболезненно. Во-вторых, никаких последствий, вообще ничего, ни чихания, ни кашля, ничего не было. Я не заметила, что это было. Через сколько времени вы приехали на повторную вакцинацию? Через три недели. Хочется напомнить, что делать прививку запрещено беременным женщинам, лицам, имеющим обострение хронических заболеваний, и тем, кто болеет или имеет признаки ОРВИ. А людям, переболевшим коронавирусной инфекцией, в первую очередь стоит проверить, выработался ли у них иммунитет к заболеванию, и привиться не ранее, чем через 3-6 месяцев после выздоровления. Записаться на вакцинацию вы сможете по номеру телефона 8-989-143-5133. Натуся Кучмезова, Сергей Лобинцев, Новости Кашхабского района.